Великолепный памятник нашей землячки, почетной гражданки, потомственной гражданки Омска Марии Александровне Шанины. Мы находимся почти в самом начале Любинского или Чернавинского проспекта, за моей спиной жемчужина нашего города, Любинский проспект. А рядом со мной здание, торговый дом и жилые покои Марии Александровны Шаниной. Несколько слов о Марии Александровне. Это одна из, пожалуй, самых удачных бизнесменов Омска конца 19-го, первых двух десятилетий 20-го века. Женщина целеустремленная, с сильным характером, дальневидная. И я это особо хочу подчеркнуть, она была инициатором застройки Любинского проспекта. То есть, в какой-то степени мы и этим ей обязаны. А для постройки своего торгового дома она пригласила Элеодора Геннадьевича Хворинова. Элеодор Геннадьевич Хворинов, выпускник Петербургского училища. Поработал в других городах Европейской России, приехал только лишь в Омск. За его спиной было здание Западно-Сибирского императорского русско-географического общества. Оно находится от нас в 300 метрах, сейчас там музей народного образования. А впереди омская драма, впереди гостиница «Россия», впереди пожарная колонча и так далее. Шанина, видимо, заметила способности Хворинова и пригласила его. Еще не завершилось строительство здания Географического общества в 1899 году. Она приглашает Хворинова для постройки торгового здания. Торговое здание, которое должно отличаться двумя чертами. Быть респектабельными, купчиха. И второе, быть мажорной, праздничной. Привлекать внимание и зрителей, и, главное, посетителей. Хворинов взялся за эту работу и очень умело сумел разместить торговое здание на этой территории. Почему? Здесь, с одной стороны, коренной берег Ами и пойма, то есть разные уровни. Он нашел возможность вписать это здание вот в разноуровневую местность. Для этого от главного входа, ведущего в магазин, от главного входа под прямым углом были направлены стены. Так, и они были на разном размещении уровне. И причем Хворинов начал строительство, или вернее спроектировал строительство таким образом, что в первую очередь была возведена верхняя часть постройки, второй этаж, а затем первый этаж. Хворинов, конечно, он архитектор, ему приставку дают, эклектик. И действительно, в этом здании присутствует два архитектурных элемента. Первый, конечно, это классика. Посмотрите, это колонны ионического ордера. Они расчленены вертикальными канилюрами и завершаются валютами. Это вазы, которые расположены на парапете. Это сложной формы крыша. И в то же время праздничность. А праздничность с каким приемом можно было? Только заимствовалось его из барокко. Италия, Россия после Петра I, середина XVIII века. И вот здесь Хворинов использовал обилие деталей стиля барокко. Это лепные фигуры различные, растительные узоры. Причем он здесь их сделал столько, что как бы... Но не испортил этого праздничного. Очень сделал много, но не испортил внешнего вида. Наоборот, придал этому торговому зданию праздничный вид. В справочных изданиях Омска 20-х годов, 20-го века писалось, я цитирую, «Выдающееся строение Омска». Выдающееся строение Омска. Я бы добавил, это не только выдающееся строение Омска. Это великолепный памятник нашей землячке, почетной гражданке, потомственной гражданке Омска Марии Александровне Шанины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова